Как оказалось, рекламные щиты с надписью «Торговый центр Новосел» установлены с нарушением федерального закона о рекламе. В связи с этим сотрудники госавтоинспекции составили акт об административном нарушении. Далее было индивидуальному предпринимателю Новосел Владимиру Михайловичу выдано представление об устранении причин совершения административного правонарушения и был дан срок на устранение один месяц. В течение данного месяца Владимир Михайлович не устранил причины совершения административного правонарушения и в отношении него было составлено протокол по статье 19.5 за невыполнение представления. Данная статья предусматривает штраф для должностного лица от 1000 до 2000 рублей. Материал уже передан в Мировой суд Губкинского для рассмотрения. Но пока постановление о принятом судом решении против нарушителя закона о рекламе в адрес ОГИБДД не поступало. Далее было проведено повторное обследование, где также причины эти были выявлены, не устранены. Повторно было выписано представление Новоселова, после чего он также не выполнил данный прописание и повторно был составлен протокол по статье 19.5. Данный протокол был направлен в Мировой суд города Губкинского. В соответствии с федеральным законом о рекламе установка и эксплуатация рекламных конструкций осуществляется ее владельцем по договору с собственником земельного участка либо здание, на которое предполагается установить рекламный щит или баннер. Кроме того, с департаментом по управлению муниципальным имуществом заключается договор. Документ подписывается только по итогам проведения торгов в форме открытого аукциона. Далее, после заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, рекламораспространителю необходимо обратиться в управление архитектурой и градостроительством администрации города за получением разрешения на установку. То есть установка рекламной конструкции возможна только при наличии данного разрешения. В сентябре прошлого года по итогам открытого аукциона департаментом по имуществу был заключен муниципальный контракт на разработку проекта дислокации рекламных конструкций на территории нашего города. На сегодняшний день данный проект находится на стадии согласования. Данным проектом будут утверждены места, уже согласованные с УГИБДД ЯНАУ, места размещения на улично-дорожных сетях города. Предполагается размещение 43 единиц рекламных конструкций. Также данным проектом уже конкретно определены виды и размеры рекламных счетов, которые соответствуют требованиям государственных стандартов. Предполагается утвердить данным проектом не только дислокацию рекламных конструкций по Губкинскому, но и новый порядок проведения торгов на право заключения договоров. Также будет определена методика расчета стоимости и другие вопросы в сфере размещения рекламных конструкций на территории города. Дмитрий Самойленко, Александр Анфимов, Новости Губкинского.